Добрый вечер дорогие телезрители ровно через неделю мы все будем 2020 году а пока завершающим 2019 год выпуске программы один из нас которую вот уже много лет веду я журналист Дмитрий аргунов мы хотели бы поговорить сегодня об одном но не они не сказал что об обязательном атрибуте но все равно раз новый год все равно наряду с многочисленными соленьями вареньями и прочими копченостями да на праздничных столах обязательно стоит наличествует вещь под названием алкогольные напитки это могут быть слабо алкогольные напитки там а продукт каких-то червяков которые пукают выделяют газа было было у меня в передаче такое петр его лишь прошу не удивляться да да но тем не менее отношение к продаже алкоголя на прошлой неделе у нас вызвало скажем так очень бурную реакцию петр его лишь давайте вон как участнику тех событий да давайте не будем уходить в подробности вот что было там кто что сказал и так далее да попробуем сегодня пофилософствовать вообще насколько вредно для нашего народа мы поскольку год патриотизма все-таки наступает давайте мы говорить целом о народе насколько вредно для в целом для нашего народа вот это вот явление алкоголизм и как первая причина алкоголизма это продажа алкоголя давайте все таки ну человек участник высоких трибун и так далее петра будет давайте с вас начнем почему вы определенных спорах с представителями исполнительной власти представителями депутатского корпуса да в том числе выстаиваете позицию такую что якутское село обязательно должно быть трезвым ну во первых добрый вечер с наступающим всех новым годом дмитрий говорит я алкоголи да сперва я хочу заговорить о собственности потому что мы 90-х годах с этим столкнулись с частной собственностью это государственная частная собственность на самом деле до девяносто первого года было все частной собственностью кроме автомобилей там своих домов и сегодня уже частная собственность к сожалению я бы хотел сказать вступила в нашу жизнь на средства производства том числе и по продаже и по изготовлению алкогольной продукции прям как пренепиды но не знаю поэтому вот а что такое алкогольный бизнес да он прежде всего направлен для того чтобы обогатиться то есть как можно больше продать алкоголь и тем самым получить оборот денежных средств тем самым обогатиться но на сегодняшний день по республике саха и акутия действует алкоголь с 14 до 20 часов продажа и есть у нас 188 где ступил закон ну простонародье трезвые трезвые села да это на самом деле если посмотреть по статистике в действительности этих селах люди совершенно по-другому начали жить это официальная статистика там и преступность никакой почти стала да вот где на пьяном угаре совершает преступления этого практически нет этих селах и люди совершенно по-другому начали жить между прочим вчера кто-то мне ссылочку кинул на один из слухоязычных форумов не были это были на китайском рынке кстати это вочина одного из инициаторов скажем так отмены ограничения по части алкоголя водка с 8 утра преспокойно и неважно кто там китайцы там местные жители и так далее могут вот это дело плод запретный который после 14 часов только будет доступен свободной продажи везде именно на территории столичного рынка вкушать вот этот напиток но это на форуме висит да но кстати я ее еще не проверял эту информацию да надо будет проверить действительность или это так но то что легально вот сегодня продают кафе ресторана да но еще же мы хотели вот соответствие привести за федеральным законодательством то есть это по пути например кафешка ресторан или там столовая пожалуйста продавай и пей сколько хочешь ну и считайте что сколько появится у нас дтп после этого дорожного транспортного происшествия все равно кому-то захочется выпить если даже не водитель сам ну даже пассажир а кому приятно послушать или запах тот же чувствовать своем в салоне машины остановить его гаи скажет выпил не выпил проверять его надо опять же да ну действительно себя так что не выпил но все равно время это требуется по пути да вы 15 минут задержали но все равно это время петрович то есть вы принципе за за приведение в соответствии с федеральным законодательством нет категорически против аргументируйте потому что вот сейчас же вам только что сказал же да если мы это разрешим то это по пути все надо разрешить кафешах сколько по пути вилюйскую группу районов туда трезвое село не трезвое везде все будет вот именно есть столовая пожалуйста привези и он все равно через суд выиграет я поэтому вот когда министр выступала перед нами почему бы провели сегодня на трибуне на парламентской трибуне ликвидацию без грамоти пока спал законно ну и спал вот дальше нет же надо обязательно это все надо на вынос все надо показать людям поэтому вот поэтому такие вещи лучше умалчивается надо поэтому вот когда помните да советское время наверно вот смотрите что-то случилось это все умалчивалось что-то кого-то задержали большого чиновника нет сейчас например взяли непроверенную информацию арестовали посадили и все это надо выложить на сеть и пошли все это обсуждать вот каково например человеку да тому же министру которого вот сегодня вылазили на это весь свет ну я просто ее понимаю как женщина вряд ли она там положительными эмоциями это встречала ну понятно все мы люди все человеки ну так вот именно алексей дар до счет касаемо скажем так ситуацию вот с кафешки которые не важно не расположен на китайском ли рынке на сайцарском ли рынке д если 8 часов утра утра там продают водку ну я вот не соглашусь насчет того что надо вернуться социализму потому что в 70 80-е годы в советском союзе пили очень много экономика не развивалась и вообще все было очень плохо и не зря тогда вот у горбачев потом эту компанию рынок это стихия и вообще поведение людей это стихия мы же на наших глазах люди перестали курить подъездах вы заметили вот один федеральный закон приняли все никто не курит казалось что всю мою жизнь всегда все курили в подъездах никогда это никто никем не застояли традиционно где стояли банки все курили все было нормально а тут один закон федеральный приняли все резкое изменение в ресторанах кафе никто не курит да вот а вот что касается алкогольных вот этих вот которые вы дмитрий упоминаете точек общепита да у нас там сложилась какая-то совершенно параноидальная бы сказал ситуация потому что у нас почему-то считается что можно выносить алкоголь из общепита во всем мире это регулируется то есть в супермаркете ты не имеешь права пить алкоголь а из общепита ты не имеешь права выносить то есть если ты торгуешь в розницу ты супермаркет если ты если алкоголь потребляется внутри помещения это общепит вот во всем мире вот так это регулируется и все нормально работает у нас почему-то вот везде значит все вот эти пивные лжи кафе почему-то они считают что выносить можно и полиция они дают там какую-то крышку и что если он крышку дал то это типа разрешается но это административное правонарушение но карается там 300 тысяч штрафа и конфискации это алкогольного имущества я не знаю почему наши депутаты не понимают или что или делают вид что это нормально все ходят глаза закрывают я вот к мэру якутска обращался тоже как-то вот до сих пор какой-то такой живой поддержки не увидел я говорю что до нового года можно закрыть все лже кафе в якутске просто выполняя существующие законы российской федерации что нельзя выносить алкоголь то даже человек который вынес он тоже уже совершил административное правонарушение потому что если он с открытой крышкой выходит значит он уже выйдя из этого кафе он он уже распивает алкоголь неположенном месте это уже административка если он за выходит с закрытой крышкой значит нарушение совершил продавец потому что он допустил вынос этого алкоголя закрытой в любом случае преступление совершается. Мы сейчас к любому подъезжайте. Вот столичка там, алмаз на проте студенческого, там и водка, и вино, и пиво. С утра, пожалуйста, покупаешь, выносишь, никто не мешает. Можно пойти туда, блогерам я обращаюсь, общественникам. Пойдите просто с видеокамерой и встаньте, покажите, сколько людей выходит ежеминутно в этом городе, сколько совершается прямых нарушений федерального закона. У меня такое отношение к этому вопросу. Что касается в селах, мне не понравилась позиция министра высоких в том плане, что она, видимо, тоже считает, что если в селах тоже открыть вот такой лже-кафе, то же оно должно превратиться в такую алкоточку. Типа люди будут выносить. Если бы закон соблюдался и в селах тоже, то бизнесу в маленькой деревне не было бы никакой рентабельности содержать это кафе, потому что количество посадочных мест ограничено. Ну, за вечер ты вот там 10 человек напоишь. Ну, все. На этом твое кафе больше пропускная способность становится маленькой. Если ты продаешь в розницу, ты можешь за 10 минут продать 10 ящиков водки. И в течение дня ты можешь продать эту водку в гигантских масштабах. Это несравнимые показатели. Почему вот этот запрет на вынос существует? Чтобы объем продаж был низкий. Потом цена. Если это общепит, то как правило, там алкоголь стоит три раза дороже, чем в розницу. То есть люди, соответственно, в том же селе тогда смогут выпить три раза меньше, потому что денег просто не хватит по таким ценам покупать. И ничего такого страшного бы не произошло, если бы где-то они... Вот ты страшные вещи говоришь, потому что говоришь, что в селе, где каждая, скажем, единица наличности и так ограничена, да, ты предлагаешь там продавать очень запретный плод со страшными дикими накрутками. Ну, в кафе. В кафе. Да, в баре. Не нарушая текущие экономические. Пусть эти деньги пойдут на зарплату официанту, на бармену, там, что плохого. Нормально, на этому коммерсанту, этому сельскому, который там, вот малый бизнес, пожалуйста, на селе будет развиваться. А кто хочет тратить деньги на алкоголь, ну, пусть тратить. Но это несопоставимо, низкие объемы будут. То есть вот эта точка общепита может, я говорю, очень маленькое количество людей споить, скажем так, за день. Чем розницу. Да, потом там будет охрана, там все будет под контролем. Все будет нормально. Позвольте не согласиться с Алексеем Едуардовичем, просто перед регламентной, скажем так, паузой, я подытожу. Петр Челяев, который кинофицирует все, кинофицирует, да, не алкоголизирует, а кинофицирует все, с тобой бы не согласился по части того, что вот и так ограниченное количество денежных средств на селе лучше пустить на соцкульт-быт, нежели на какой-никакой на бизнес. Увидимся сразу после паузы. Кто-то в событиях прошедшего прошлой уже недели видит столкновение законодательной ветви с власти, с исполнительной, кто-то видит неприятие одной философии другой и так далее. Но есть страшное дело под названием статистика. Есть статистика, которая знает все. Мы об алкоголе в том числе. И наряду с многими обвинениями звучат также со стороны некоторых наших коллег и так далее о том, что социологи, в частности, уважаемый Юрий Живусов, передергивают цифры, приводя, скажем так, в нужную им сторону показатели по республике Саха-Якутия, начиная с 2010 года, когда, собственно, и начались, скажем так, более-менее заметные ограничения в торговле алкоголем. Юрий, ну, вам слово, скажем так, была попытка обвинить вас в некой предвзятости? Что вы на это скажете? Ну, конечно, вокруг продажи алкоголя развернулась настоящая война. Но эта война началась информационной, да, очень давно. И вообще с разной периодичностью она вспыхивает с разной силой. Ну, и последнее вот это событие в Ултемене, она подстегнула, да, вот такой большой информационный взрыв вокруг этой темы. Ну, что я хочу сказать? Я, во-первых, ученый, социолог, я оперирую объективными данными. Данными социологии, социологических вопросов и статистики. То, что опубликовано в открытом доступе, да, я оттуда беру эти цифры и публикую, да, показываю динамику алкоголизации нашей республики, да. Или деалкоголизации. Да, деалкоголизации. Ну, если посмотреть по статистике, у нас самый такой, оказывается, да, сложный момент был не в 90-е годы, а первая половина 2000-х. Вот бурные 90-е, оказывается, у нас наступили позже. И по заболеваемости алкоголизма у нас пик приходится на 2000-й год и последующий до 2006-го года, да. Там был очень такой пик преступности, смертности и заболеваемости алкоголизмом. Но 2010-го года у нас идет все это на спад, да. И по, ну, самый главный индикатор это ожидаемая продолжительность жизни населения. У нас ожидаемая продолжительность жизни всегда была меньше, чем по России, да. Но в прошлом году, в 2018-м году ожидаемая продолжительность жизни республики нашей республики, да, и в Российской Федерации в среднем, оно сравнялось. А среди сельского населения оно превысило российские показатели. Что это показывает? Что идет снижение алкоголизации, снижение потребления, и это благоприятно действует на продолжительность жизни. У нас говорят, что преступность выросла. Ну да, если взять голую, такую слепую статистику, да, зарегистрированных преступлений, то как бы это зарегистрировано преступление, как бы, стало больше, но у нас с 2016-го года идет снижение. Потому что были изменения в законодательстве, были криминализированы некоторые виды преступлений, да, повторное вождение в пьяном состоянии, да, это дало всплеск. И с 2012-го года у нас статистикой строго занимается прокуратура. Раньше МВД видало свое, да, и статистика была не очень качественной. Если возьмем в 2010-м году, удельный весь преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, 8 процентов. Вы верите в этой статистике, что из 100 процентов преступлений, только 8 совершается в состоянии алкогольного опьянения? А сейчас... Может, 80? Нет, 8 процентов. Это я своими глазами видел, вот, в статистическом справочнике, который опубликован официально. А сейчас результаты, вот, изменений, да, вот, порядка регистрации, когда вот прокуратура стала вот это строго контролировать, у нас где-то порядка 48-50 процентов. Если посмотреть, самые такие тяжелые преступления, убийства, умышленные причинения тяжкого вреда здоровью, грабежи, разбой, оно идет на спад. Грабежи, разбой, оно снизилось на 75 процентов. А убийства сократились на 42 процента. За время проведения антиалкогольной политики. И вот заболеваемость алкоголизмом у нас с 10-го года на 52 процента идет на снижение. Все объективные данные, все социологические вопросы показывают, что потребление алкоголя снижается. и антиалкогольную политику народ большинстве своем на 70-80 процентов поддерживает. Даже если увидим, да, вот, по формам, ну, самая такая свободная площадка, где сидят так довольно-таки агрессивные, радикально настроенные вот эти пользователи интернета, там показывают, да, вот, голосование показывает, что даже те, которые сидят радикально настроенные, оппозиционно настроенная публика, да, оно против алкоголизации. Против того, чтобы людей спаивали. Ну, вот такой вывод. Угу. Ну, понятно, скажем так, пример североамериканских индейцев, которые в резервациях нечего делать, зато там у них, да, вот эти дьюти-фри там и все прочее, и так далее, очень широко развиты. Кстати, очень широко развиты там игральный бизнес, как ни странно. Очень многие игорные бизнесы, да. Во многих резервациях казино не облагается налогами, они там создают свои казино, но тоже источник доходов. Тоже источник доходов, да? Ну, это токсичный бизнес, да? Потому что... Как и алкогольный бизнес. Да, токсичный бизнес, и те, кто вот рядом есть, например, да, вот это, если рядом казино стоит, то и... Преступлений. Преступлений больше, да. И, наверное, вот в какой-то резервации стоит это казино, не только, наверное, белые американцы там играют, да? И индейцы там свои деньги проигрывают, там спиваются. Ну, пример индейцев, конечно, очень такой негативный, да? Вот нас, наше население, народу Саха нельзя сравнивать, да? Совсем разные вещи. У нас есть свое телевидение, например, да? У Десера есть телевидение? Кроме испаноязычного телевидения, по-моему, ничего нет. Да. И не знаем, например, там у литературы своей нету, да, у индейцев, государственных деятелей нету. Они просто сидят в своих резервациях, они ничего не делают, да? Им платят деньги, и деньги это проигрывает и пропивает. Согласен. Я насчет того, что поддерживается многими, соглашусь по той очень простой причине, Юрий. Потому что социально активная часть населения, это у нас кто? Женщины, прежде всего, да? Женщины, тем более, если сельские, то там все вот эти эстафеты культуры, все спортивные и так далее, они поддерживаются и существуют благодаря поддержке вот женского сообщества. А кому, как не женщинам, скажем так, быть во главе вот этого антиалкогольной общественного движения, да? Поэтому вот... Ну, знаете, почему это? Да, почему? Потому что женщины, когда у нас стали, стало, ну, вообще вот мужчины, когда они начали терять свои позиции. Раньше мужчины были очень активны общественными делами тоже, да? Если вот мы ездим по селам, да, вот такими релексиями, то, ну, по общественным делам, где-то 90-80% это женщины, да? А мужчины где-то там, ну, ну, как-то не очень активны. Потому что первая волна алкоголизации у нас началась с середины 60-х годов. За 20 лет с 64-го по 85-й год количество алкоголиков у нас в республике увеличилось 115 раз. 115. Да. Но тогда были УТП и прочие институты. Да, были. Ну, первая волна вот, то, что вот понизила авторитет, статус мужчины, это алкоголизация. Женщинам пришлось взять часть функций, да, мужские функции на себя. и женщины, они знают, что какой, какая вот, как алкоголизация разрушительно действует на семью. Если на семью, то на обществе. И поэтому наши якутские женщины, они в авангарде находятся. И они знают, что, да, вот, какое зло собой представляет алкоголь. И, например, вот возьмем книги, да, вот на социальную тему, да, прозу «Магазин Арбичик». О чем пишется? Там обязательно есть рассказы, да, в каждой книге есть рассказ, как ребенок рос, семья алкоголиков, как жена всю жизнь посвятила, да, свою жизнь, поддерживая мужа-алкоголика. Таких примеров очень много. Да, я не буду далеко ходить, вот у нас за режиссерским пультом уже Милия Михайлович Иванов, который в 90-е годы делал замечательные вот клипы, в том числе там на произведение Алексея Екатерины Егоровых и так далее, да, вот тема, режиссер согласится, что тема горькой, тема, которая, пьянство, которая вносит разлад и разрушение конкретно в сельской семье, да, поскольку всем родом и села, села нам ближе, оно было тогда везде, в принципе, да, и еще раз, насчет первой волны алкоголизации, наверное, все-таки первая волна алкоголизации, она еще до революции была, да, хотя там... те, кто жил до революции, ну, была, конечно... у нас, у нас наркологии лежат, каким алкоголизм? водочный, водочный, гибный... ну, потому что это дешевле? теоретически, Алексей, можно... томаты, это единственные овощи в природе, в котором этиловый спирт, он не вращается... я видел этих таких вот явно алкоголического вида мужичков, которые сидели и быпах пили. быпах знаменитого этого ИП Бориса пили как-то, ну, он реально там с градусом его делает, и, в принципе... может, может, что-то доливает. Да, да, ну, они-то не сбыть поконачили. в преддверии третьего блока давайте зададимся вопросом. Ну, неужели разве вот некоторые наши коллеги там или представители депутатского корпуса и так далее, кому выгодно разрешение, вернее, снятие ограничений? Кому выгодно, кому выгоден токсичный бизнес, про который упоминал Юрий, проводимый конкретной территорией республики Саха, Якутия? И мы после небольшой паузы, которая, как всегда, на телевидении, она обязательно. Вернемся... Ну, третий блок мы посвятим, скажем так, каждый за себя. Мы продолжаем программу «Один из нас», в котором один из нас пытается разобраться, скажем так, в средоточиях алкогольного бизнеса и той, и той борьбы за то, чтобы наш народ пил меньше. Но многие связывают это с событием в парламенте, которые на прошлой уже неделе произошли. Но давайте сегодня, сейчас попробуем устроить такой обмен мнениями. А кому выгоден то все-таки снятие ограничений? Под маской, приведением соответствия федеральным законодательством? Потому что федеральное законодательство федеральному законодательству рознь. Вот те ограничительные меры, которые мы впереди всей России приняли, это же становится общероссийским трендом. Согласитесь? То есть сейчас вот эти ограничительные меры, они по всей России. Государство начинает понимать, что начинает в силу алкоголизации терять часть своего работоспособного населения, способного налогика никому не выгодны. Никому не выгодны. Я вот прокомментирую немножко Юрия, то, что он до этого сказал. Смотрите, убираем алкоголиков. Здоровый человек пошел на день рождения, выпил, нам захотелось еще раз выпить, уже когда он выпил. В это время свободно продается алкоголь, он пошел, взял, еще выпил, как человек, который никогда не пил, он не больной алкоголизм, он здоровый, такой же, как мы, один из нас, выпил, сел за руль, пошел и значит в результате и он погиб, и еще люди погибли. Вот что мы можем получить. Если бы в этот момент рядом у него алкаточки круглосуточной не было, он был в нормальном состоянии, в адекватном вызвал такси, уехал и этого бы не произошло. Вот что происходит вообще и почему смертность и продолжительность жизни, она за счет чего? За счет рано умерших молодых людей же происходит. Вот именно. Когда мужчины дольше живут, соответственно, не дерутся, не садятся за руль пьяными, не избивают друг друга, не устраивают этих пьяных. Это же тоже нормальные люди, это не алкоголики. Вот я знаю алкоголиков, которые много лет пьют и с ними ничего не происходит. Они умеют пить, они знают дозу, знают это, могут это. А бывает, что парень молодой впервые в жизни выпил и вот замерз там или еще что-то. Ну, в таких случаях у всех у нас все знаете миллион. Вот в чем вопрос. Поэтому это никому не выгодно. Никто не застрахован от того, что если ты сам не пьешь, то ты можешь выйти на улицу вечером попасться на пьяную компанию или еще что-то. Вот в чем вопрос. Поэтому я думаю, что никому не выгодно. То есть косвенно даже не пьющий человек может стать жертвой обогатой, бедной, деревенский, городской, бедный ребенок, любой, любой. Все равно он может косвенно мы от этой проблемы все будем страдать. Ну, социальной стороны вы рассуждаете, как бы там с точки зрения здравого смысла, что вообще алкобизнес это невыгодный бизнес для населения, для государства. Но это очень выгодный бизнес для тех, которые организовывают. Все организовывают. Это очень такой высокомаржинальный такой доходный бизнес. Так, ну, где-то я точно не помню, но вообще вот население Якутии где-то тратит на приобретение алкоголя где-то 15 миллиардов. Я точно не говорю, но очень большая цифра получается. То есть оборот алкогольного рынка составляет примерно 15 миллиардов. Да. А мы тут о каких-то там двух миллиардах на рынке отделки говорим, да, Алексей? Но на самом деле, Петр Ивольдович, а почему некоторые вот ваши коллеги законодатели, они ради якобы за предпринимателей, которым невыгодно торговать маргарином, хотят, чтобы они торговали алкоголь. Алкоголь, алкоголь это зло на самом деле, да. Это понятно. Если вы смотрите телевизор, да, вот там, например, прежде чем включить фильм, выходит такая строчка. в данном показе будет использовано табакокурение, да. Но там всегда отсутствует, что частенько показывает, между прочим, как вот, например, крутой дядька там взял и выпил, да. Он на самом-то деле спокойно, вот он, ну, коньяк там постоянно пьет, да, вот эти буржуа наши, да, вот сейчас современные. Полицейские сомневки, да. и поэтому вот это над этим тоже надо подумать, прежде чем пустить какой-то фильм или какую-то передачу, тоже надо вот это показывать, что вы опасаетесь, будут сейчас рекламировать алкоголь, да, поэтому вопрос, кто вот это проталкивает, да, вот на шестом созыве если считать четыре, это пятая же попытка, да, продлить там с 10 до 20 и так далее, там, или разрешить там всем кафешкам, там, но на самом деле, конечно, это очень выгодный бизнес, но на самом деле, это там наверху стоит один человек-миллиардер, которых мы называем олигархами, да, и вот они политику толкают везде по регионам, у них свои точки, свои, скажем так, координаторы, да, надо их назвать конкретно фамилиями, именами, принадлежность к партии тоже надо показывать, тогда уже те товарищи, которые члены этой партии, может быть, ему поскажут, что нельзя это делать, тебе надо прекращать, ты же дескредитируешь партию, вот, тогда уже сразу руководство партии, той или иной, его снимет из партии, выгонит, да, зачем ты нам нужен, если ты продаешь алкоголь, сейчас же нам через три месяца агитаторы, например, да, какой-то партии нас просто размочат этим, то, что ты продаешь алкоголь, и все, и это надо пустить хоть, кстати, да, по политтехнологам, потому что тот, кто кандидатом идет от партии, если он стоит за алкогольным бизнесом, его надо позорить сразу, на чутку позора надо ставить такого человека, пожалуйста, вот он, выберите его депутатом, он будет вам легализовывать, он гарантированно наберет в случае, потому что, еще раз, при том перевесе, да, поддерживающих, антиалкогольные мероприятия, вы очень плохо думаете о своем народе, я не плохо думаю, да, вот, кстати, вот, и чиновники тоже самое говорят, да, вот, народ все равно будет пить, да, вот такое утверждение, которое, якобы, не подлежит сомнению, на самом деле, народ уже давно понял, что это плохо, да, сейчас уже народ не тот, не советский народ, который был там 60-е, 70-е, не 80-е, да, и не российский народ, 90-х и 2000-х, сейчас новое поколение, и старшее поколение, и новое поколение знает, что алкоголь это зло, да, производители, продавцы алкоголя это злодеи, те, кто способствует, да, продвижению алкоголя, это депутаты, чиновники, журналисты, они способники зла, вот. А можно я не соглашусь с тем, что это, с такой вообще постановкой вопроса, вот алкоголики злодеи, вот продавцы злодеи, подождите, подождите, не алкоголики злодеи, а они жертвы. Я привел пример, что вот в подъездах теперь не курят, потому что был принят один-единственный закон, вот. И все пристегиваются в автомобиле? Да, и все в машине пристегиваются, я считаю, что если злодеи, то депутаты, прокуроры, судьи, вот то злодеи, вот они алкогольный бизнес нормально не могут проконтролировать, а он всегда будет, люди всегда будут пить в определенном количестве, всегда будет торговля алкоголем. Это часть нашей жизни, современной лейбатуры, это часть нашей жизни, и он никуда, никогда не исчезнет. Но, любое зло надо держать в каких-то рамках допустимых, и это ответственность депутатов в первую очередь, которые должны это все следить. А если это не делается, и почему ответственность перевалится на предпринимателей? Я помню время вот здесь, проспект Ленина весь был покрыт этими игральными автоматами, прямо от начала до конца, совсем недавно это было. Ну, поменяли закон, все, нету игральных автоматов, хотя какая-то часть все равно остается, то есть, бизнесмены, предприниматели, они идут туда, куда можно, куда закон им разрешает. Это не их моральная вина или что-то. Не каждый может торговать алкоголем. Не каждый предприниматель способен это делать. Лицензии дорого стоят. Ну и что? Найдутся те, которые из других регионов приедут, будут торговать, франшизы какие-то придут к нам, будут продавать. Ну, моральный аспект здесь, здесь конкретно нужна законотворческая работа. Я говорю, вот эти лже-кафе можно закрыть еще к Новому году можно в Якутске, все закрыть. Можно я меня не хочу? Да, конечно же. Если бы депутаты поддержали, например, мою инициативу. Смотрите, вот помните 91-й пуч, да? Яковлева такого. Вот он и сказал, что колхозы, совхозы это рассадник коллективизма. Помните, когда село оставалось без работы, да? С подачи первого президента мы всех разогнали, расфасовали, с чем раздали паи и люди остались без работы в селах, да? Это благодаря первому президенту республики Сахай-Акуте Михаилу Ефимовичу Николаеву. А теперь возвращаемся к Курилке. Курилке это что такое было в советское время? Это место, где решались вопросы. То есть это своего рода был такой менее островок, где решались вопросы и разговаривали. На самом деле курение, конечно, вредит, но не до такой степени, как алкоголь, да? И поэтому тот, кто курил, он курит до сих пор. Вы думаете, если Курилке разогнали и не стало курящих, вы далеко ошибаетесь, не так на самом деле. Просто мы разогнали те места, где люди собираются. И те островки, которые назывались курилками, да, сейчас они на улицах курят, не знаю, зарабатывают туберкулез, да, на улицах, 50 градусов, он все равно пойдет курить. И поэтому я вот с этим особенно не согласен, то, что там курят, где там, не знаю, да. и поэтому вот, а то, что вот алкоголь приведен вот с 14 до 20, это, между прочим, очень хорошая политика. Это, она своя дает плоды, но то, что мы с вами не влаживаем деньги в науку, да, вот, вот наука, например, слышать приятно человека на официальных цифрах, потому что он этим профессионально занимается. А вы думаете, я пришел сюда, да, дебаты там, разрешил вопрос, депутат, я просто должен работать тем, чтобы работать на народ. То, что наука сделала, а то, что там пришел, сказал, да, я такой, да, так не бывает просто-напросто. И поэтому мы определенно должны сперва, чтобы выучить эту проблему, должны деньги влаживать на науку, чтобы, как будет работать вот этот проект закона, правильно, на основе на статистике. совершенно правильно. Ну, хотелось бы все-таки то, чтобы статистика, она радовала нас больше, да, потому что слышать о тех цифрах, сколько народу погибло, в том числе от алкоголя, в том числе от каких-то преступлений, связанных с алкоголем и так далее, в эти праздничные дни, ну, ребята, абсолютно не хочется. Поэтому разрешите от имени собравшихся в этой телевизионной курилке, я называю эту телевизионную курилка всегда, Петр Иванович, мы посидели там, покалякали, порешали те или иные вопросы, каждый высказал свое мнение, но разрешите пожелать всем замечательного, доброго, счастливого нового года, и чтобы поменьше было перегибов в любом отношении, и в части отношений и алкогольной политики, в части отношений к антиалкогольной политике, потому что воинствующее трезвенчество, Юрий, я всегда говорю, это тоже перегиб. А нашим законодателям побольше логики в их действиях, чтобы они всегда в интересах одного из нас, одного из нас действовали. Увидимся в следующем году. Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова